МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Здравствуйте. Напоминаю, мы работаем в прямом эфире. Свои вопросы вы можете задать, позвонив по телефону, указанному на экране. Также к обсуждению темы вы можете присоединиться через соцсети телеканала и в группе Одинцова. К нашему разговору также присоединятся журналисты Андрей Остраухов, Одинцова.инфо, и Полина Плешкова, ответственный секретарь газеты «Новые рубежи». Коллеги, приветствуем вас. Здравствуйте. С 1 января 2019 года Московская область перешла на раздельный сбор мусора. Сказать, что было сложно, ну, наверное, не сказать ничего. Сегодня хотелось бы подвести итог проделанной работе. Практически год завершается. Михаил Владимирович. Да, год был длинный, год по календарю, в принципе, у нас 365 дней, и год по внедрению новой системы сбора мусора на территорию Московской области, на самом деле, начался не 1 января 2019 года, а гораздо раньше. Еще с осени велась работа по переходу на новую методику расчетов и велась работа по приведению контейнерных площадок в соответствие. Потому что переход на новую раздельную систему сбора мусора – это не только замена баков, которая в обязательном порядке нужна, но это и проведение информационной кампании, проведение договорных кампаний и проведение кампаний по замене той техники, которая занималась вывозом. Соответственно, на сегодняшний день у нас практически завершена уже работа по модернизации всех контейнерных площадок. Баки на контейнерных площадках стали нового образца. Если ранее у нас были баки для боковой загрузки, то есть старые советские, всем знакомые, металлические контейнеры, которые старые же советские мусоровозы с грохотом и шумом забирали каждое утро у нас из-под окон. Теперь они заменены в большинстве случаев на пластиковые баки, и их вывозят новые современные машины с задней загрузкой, так называемые евростандарты. Соответственно, весь этот большой объем работы был проделан за прошедший год, а также была проведена работа по внедрению раздельного сбора мусора с разделением на сухой мусор, для этого были установлены синие баки, и сырой мусор, который собирается в серые баки. Но большая проводилась работа и агитационного плана, огромное количество прошло встреч с жителями, и, как вы уже сказали, они начались заблаговременно. Да, у нас с жителями ведутся практически встречи на каждой территории, каждое территорию управления. Сначала встречалось с жителями МКД, потом встречались с жителями ИШС. Сейчас у нас ведется работа с ГСК, гаражно-строительные кооперативы. Также ведется отдельная дополнительная проработка с юридическими лицами, потому что юридические лица – это тоже мусорообразующие объекты, и они также должны быть интегрированы в новую систему сбора мусора. Все-таки, Михаил Владимирович, как сегодня вы оцениваете работу русского регионального оператора? Какую оценку бы вы поставили? Знаете, оценка – это всегда сложно, потому что оценка, она всегда носит субъективный характер. Каждый, кто что-либо оценивает, он руководствуется теми нормами, которые у него есть, а я готов руководствоваться теми объективными показателями, которые есть в системе Центра управления регионом. ЦОРУ внедрен на территорию Московской области, и он контролирует обращение граждан и количество жалоб, которые возникают на ту или иную проблематику. Так вот, по мусору у нас сейчас идет значительное снижение количества жалоб. Это как раз говорит о том, что постепенно, сложно, трудно, но работа налаживается, и эта работа налаживается именно системно. То есть основная задача в том, чтобы система начала работать стабильно, без сбоев. В большинстве случаев основная проблема, она связана, конечно, с человеческим фактором, как со стороны самого регионального оператора, так и со стороны граждан. Потому что на сегодняшний день очень часто рекоператор имеет сбои вывоза, это приводит к образованию навалов, но эти навалы возникают по двум причинам в основном. Первый – это так называемый технический сбой, когда либо машина сломалась, либо что-то случилось по ее маршруту. А другая проблема – это проблема, связанная с человеческим фактором, когда жители сами приводят к ситуации, когда машина, либо грузчики не могут забрать мусор от точки вывоза. У нас есть звонок, давайте дадим слово нашему телезрителю. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Литвинов Лев, вот я хочу задать вопрос, я с города Одинцова, Можайка-65. Вот вопрос такой. У нас нет никаких, собственно говоря, контейнеров вообще нигде в округе. Вот, и интересно следующее. Почему так вот получается, что людям написали оплату этого мусора раздельного, которого нет никакого раздела, вот, написали в электроэнергию. Вот, электроэнергию мы платим все. Я так понимаю, это уже второй вопрос, да? Это не совсем, это один вопрос, это один общий вопрос. Зачем, зачем мы, собственно, платим, должны платить за мусор, за то, что вообще никогда ничего не собирается. Никакого раздела. Это, конечно, идея хорошая, нам нравится, но на самом деле этого ничего нет. Спасибо за вопрос, Кирилл Романович, прокомментируйте. Действительно ли на Можайке-65 нет контейнерных площадок? Действительно, что в индивидуальное жилищестроение поступают квитанции МОСЭНЕРГОСБЫТа, и там прописана строчка по обращению с твердыми коммунальными отходами. Это связано с тем, что МОСЭНЕРГОСБЫТ выступает платежным агентом. У нас заключено трехстороннее соглашение между МЭСО и Почтой. Почта является непосредственно доставщиком, а МОСЭНЕРГОСБЫТ является непосредственно той биллинговой системой, которая печатает ее. По поводу отсутствия баков. Тут рассматриваются два момента. Первый – это на основании которой действует распоряжение по Московской области Министерства ЖКХ, где необходимо данную территорию обследовать совместно с органами местного управления, и также с нами. В случае отсутствия возможности обустройства контейнерных площадок собрать непосредственно улицу или деревню для принятия решения по домовому сбору. То есть по домовому сбору – это тот случай, где жители могут осуществлять вывоз мусора по факту и платить за него по факту. То есть устанавливается в соответствии с действующим законодательством график вывоза, и в случае принятия какого-то коллегиального решения обрабатывается данная ситуация. В данном случае рассматривается либо это как установка контейнерной площадки, второе – по домовому сбору, а третье – есть комбинированный сбор. То есть это и установка контейнерной площадки и по домовой сбору. Но действия людей какие? Вот что им нужно сделать, чтобы контейнеры не появились? Необходимо обратиться в органы местного управления для того, чтобы мы осуществили совместный выезд для инспекции данного участка. Михаил Владимирович, насколько оперативно решаются такие вопросы? После обращения жителей сколько проходит времени? На самом деле вопрос очень-очень непростой, потому что установка контейнерной площадки – это всегда поиск компромисса. В большинстве случаев житель, заявив, что ему нужна контейнерная площадка, он считает, что эта контейнерная площадка должна появиться где угодно, но только не у его дома. А те, кто живет в других домах, считают, что тоже не у его дома должна появиться площадка. И вот здесь как раз основная задача нас, как органов местного самоуправления, это найти то место, которое позволит компромиссно решить проблему. Мы на сегодняшний день очень большую работу провели на территории Одинцова по монтажу контейнерных площадок для сбора КГМа, потому что 5, 4 и 5 микрорайоны, они не оборудованы такими площадками, так как там вывоз мусора осуществляется от мусорокамер. Кстати, Можайское шоссе, 65, вернее, все, что как раз попадает в тот перечень, который был у нас охвачен именно этой программой. То есть мы рядом с местами, где есть дома с мусорокамерами, оборудовали дополнительные площадки как раз для сбора КГМ и установки синих баков для раздельного сбора мусора. Площадка делается не у каждого дома. Площадка делается в расчете на несколько домов. Обычно это 3-4 дома. И она может быть отнесена достаточно далеко, потому что плотность застройки высокая, но санитарные нормы мы стараемся в обязательном порядке соблюдать. Ну вот на сегодняшний день какой процент охвата? То есть вот где уже есть площадки, где их еще нет? Ну у нас практически стопроцентный охват. Единственное, каждый случай, он индивидуален. И считая, что стопроцентный охват, мы считаем по количеству дворов. У нас количество дворов на территории Единцовского округа 413. Муниципальных контейнерных площадок у нас 552. А всего мест накопления мусора 5900. Соответственно, если даже сравнивать эти цифры, то говорить о стопроцентном охвате как? Домов многоквартирных 2200. То есть получается, даже если в пересчете на каждый многоквартирный дом, то этих площадок больше двух на один дом приходится. То есть охват 200%. Но 5900 площадок, это в том числе и площадки у торговых точек, и в детских садах, и в каждой больнице у нас есть мусорная площадка. И в школах у нас есть мусорные площадки. То есть это все как раз в пересчете на те нормы благоустройства, которые есть. Повторюсь, у нас 412 дворов. И каждая из дворовых территорий оснащена контейнерной площадкой в различных форматах, потому что это разные дворовые территории. Но в обязательном порядке мы старались именно охватить все дворовые территории. У нас звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста. Добрый вечер. Сделайте, пожалуйста, потише телевизор. Представьтесь, пожалуйста. Алло. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Борисов Евгений Иванович. Проживаю в Одинцово. Можаевское шоссе 89. У меня вопрос простой. Раньше я платил до мусорной реформы, ну, примерно 250 рублей за вывод мусора. Сейчас мне приходит платежка на 1250 рублей. Скажите, пожалуйста, справедливость такой. Я тоннами, что ли, мусор. Живу один в квартире. А сколько квадратных метров? Много в квартирном доме, естественно. Сколько квадратных метров квартира? Ну, действительно большая. Так в жизни получилось, что живу на квадратных метров 125. Прекрасно. Прокомментируйте, пожалуйста. Ну, тогда это, наверное, расчеты тарифа, да? Данный вопрос, скорее всего, опять затрагивает индивидуальное жилищное строение. Нет, это многоквартирный дом, это квартира, да. Можаевское шоссе 89. 125 квадратных метров. Просто сумма совпала как раз с ИЖС, поэтому не суть. Тариф у нас установлен комитетом тарифов цен Московской области. Он у нас единый на весь кластер. Это составляет 9 рублей, 0,2 копейки за квадратный метр. Я понимаю, что людей вообще беспокоит то, что проживать на территории, на площади может один человек, да? А по факту, ну, вот же квадратные метры не мусорят ведь? Ну, совершенно верно, здесь... С одной стороны. Такая комбинция. То есть, и людей именно это, людям не нравится? Момент первый. Это то, что за квадратный метр люди платят уже 5 лет. Здесь вопрос как раз в тарифе, который вот был утвержден с 1 января 2019 года. Тариф такой связан с тем, что на территории Московской области закрыто уже свыше 20 полигонов. И он исключительно связан с тем, что на территории Одинцовского округа отходы, которые забирает региональный оператор, удаляются, имеет огромное плечо. То есть, основная часть тарифа заложена на транспортировку. Получается, в следствии закрытия полигонов возросла сумма утилизации? Транспортировка плеча, которые идут именно с округа. Здесь основная доля лежит на оплате этого плеча. Для этого предусмотрены льготы, да, Михаил Владимирович? Да, конечно. Услуга стала коммунальной. Соответственно, все коммунальные услуги у нас льготируются. И есть возможность получить льготы и субсидии на оплату данных услуг. Соответственно, все нормы эти рассчитаны по отоплению, по остальным коммунальным услугам. Почему говорю по отоплению? Потому что отопление также в большинстве случаев рассчитывается на квадратные метры. Соответственно, каждый из собственников имеет возможность либо нанимать, либо обратиться в органы социальной защиты и получить возмещение данных затрат. У нас сегодня в студии присутствуют журналисты. Я хочу передать им слово. Полина, я знаю, что читатели вашей газеты подготовили немало вопросов. Тема действительно острая, актуальная. Пожалуйста, вам слово. Добрый вечер. Да, действительно, в основном откликнулись на наш призыв жители, проживающие в Голицыно. Поэтому вопросы я от их имени задам сегодня в студии. Жалуются в основном люди на взаимодействие между самими жителями и региональным оператором. В первую очередь беспокоит время вывоза непосредственно мусора. Люди знают уже, что допустимая норма раз в сутки, но машина приезжает в разное время. Иногда даже вечером, иногда утром. То есть есть ли конкретная регламентация, когда именно должна проводиться процедура вывоза мусора? И где жители могут с ней ознакомиться? И как часто соблюдаются, не соблюдаются, выходят эти требования? Первое. Это непосредственно житель может увидеть на определенных местах накопления графику вывоза мусора, который обязан по законодательству размещаться. В данном графике должен быть прописан интервал. То, что ранее сказал Михаил Владимирович, та система ЦУР как раз и позволяет определять органы местного самоуправления, как вовремя пришла техника на данное место. Но это не видят жители, это видят в ручном режиме органы местного самоуправления, правильно, Михаил Владимирович? То есть вы можете мониторить, я так понимаю, с октября месяца внедрена эта система? В октябре она была запущена в пилотном режиме, сейчас идет ее как раз отладка. То есть на фактической уже базе отрабатывается вся система реагирования. В данной базе загружены все контейнерные площадки. Вот как раз 5900, это вот они и есть. И к каждой контейнерной площадке привязан график вывоза, в котором прописано, когда должна прийти машина. А по факту осуществляется сравнение фактического времени вывоза с плановым. И если этот график сбивается, то идет тут же сообщение на уровень местных органов власти. Мы собираем данную информацию и направляем ее в региональному оператору и в соответствующий контролирующий орган. А с чем связано сбои в работе? Это ни в коем случае не умышленные действия. Это приводится к тому, что это могут быть пробки, это могут быть человеческие факторы. И также труднодоступные места к подъезду этого места накопления. Допустим, машина может подойти к одному месту, будет запаркована, но в этот день он обязан вернуться и выполнить свои маршрутные задания. К нам в редакции тоже поступали вопросы, касаемые открытости регоператора и взаимоотношения именно с населением, взаимодействия. Вот планируете ли вы в ближайшее время встречи с населением? Потому что все-таки запрос от жителей есть. И он большой, и люди хотят с вами общаться, хотят, чтобы вас видели на территории, хотят задавать вам вопросы и получать на них ответы. То есть, конечно, есть соцсети, есть сайты, но, видимо, именно для населения этого недостаточно. Совместно с коллегами, с администрацией мы провели огромное количество встреч, и оно связано непосредственно в местах индивидуальных жилищных строений. А также непосредственно мы раз в месяц организовываем по какой-нибудь подъезду территориальных управлений встречи с населением. То есть, все вопросы, которые и сейчас на данный момент поступают, даем разъяснения. Также наш офис всегда открыт, всегда готов принять, каждому жителю дать разъяснение. Вот в случае из Голицына, если машина не приезжает, мусор своевременно не вывозится, что делать жителям? Если данная площадка относится к управляющей компании, к многоквартирному фонду, житель может сообщить либо управляющей компании, которая с нами реагирует, а также написать на Добродел, где мы это увидим в течение трех-четырех часов об этой ошибке. И опять-таки система СУР. У нас есть звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста. Добрый вечер. Меня зовут Елена Макаровна. Я проживаю улицу Говорова, дом 52. У меня два вопроса. Первый вопрос. Сейчас мы пользуемся мусоропроводами. Когда все это войдет уже в норму, сможем ли мы дальше пользоваться этими мусоропроводами или можем пользоваться только теми площадками, которые предусмотрены для сбора мусора? Это первый вопрос. И второй вопрос к оператору русскому. Я бы хотела знать, город затрачивает определенные средства для оборудования этих контейнерных площадок. Мы, как добросовестные жители, будем разделять этот мусор и определять их в те баки, которые предусмотрены для этого мусора. Куда дальше пойдет этот мусор? Меня это очень интересует. Спасибо за ваши вопросы. Сначала Михаил Владимирович, к вам. Да, давайте я отвечу по поводу мусоропровода. Мусоропровод относится к общедомовому имуществу. Соответственно, судьбу общедомового имущества имеет право определять только собрание собственников. Соответственно, на каждом доме при проведении собрания имеется возможность определить, будет дальше использоваться этот мусоропровод как объект для сбора мусора, либо не будет. Соответствующие процедуры могут быть проведены как по инициативе управляющей компании, так и по инициативе граждан. Если граждане примут решение о закрытии мусоропровода, то это приведет к некоторому изменению в тарифе. То есть тариф на содержание дома должен быть изменен, снижен, потому что эти затраты на сегодняшний день составляют небольшую, но все-таки долю этого тарифа. А дальше мусор должен быть перемещаться на контейнерную площадку, которая расположена непосредственно вблизи данного дома. Соответственно, на ней будут установлены контейнеры как для сухого, так и для мокрого мусора. А по поводу раздельного сбора отходов. Безусловно, данные емкости забираются различными видами техники. Синий контейнер забирает синяя машина, зеленый контейнер забирает серая машина. Данные техники едут на те территории сортировок и захоронений, согласно утвержденной территориальной схеме обращения с охотой по Московской области. В случае, если вдруг житель увидел, что машина другого цвета забирает чужой бак, не того цвета, это необходимо срочно сообщить, либо как-то зафиксировать для применения штрафных санкций непосредственно к возщику. То есть, все отходы, которые идут в различных емкостях, синие идут на одну сортировку, где выбирается та или нужная фракция. А серые емкости идут на другое место сортировки, имеющие лицензию для вида этого деятельности. Я хочу предоставить слово Андрею Строухову. Андрей, ваши вопросы. — Добрый вечер. У меня такой риторический вопрос, но волнует он всех, безусловно. Это когда тарифы русского оператора будут уменьшаться? И более, может быть, жизненно это то, что вот вы сказали о том, что заключаете договоры на вывоз мусора с юридическими лицами. Возможно ли такая модель вывоза мусора, когда ТСН многоквартирного дома заключит с вами договор на вывоз мусора по объему? То есть не от площади квартир в этом многоквартирном доме и каждый владелец квартиры, а управляющая компания. Ну и за счет этого, соответственно, платя от объема вывозимого мусора, жители могли бы получить, я думаю, существенную экономию. Плюс ТСН или управляющая компания могла бы с вами уже более предметно вести какую-то претензионную работу по низкому качеству услуг. То есть то, как раз на что многие жалуются, несвоевременный вывоз и так далее. Это один вопрос. И второй вопрос. Вот сортированный мусор, он же представляет собой некую ценность. То есть это потенциальное сырье для какого-то производства. Вот у вас какая-то монополия или все-таки вот жители там или то же самое ТСН может сдавать этот мусор из ваших контейнеров в другие какие-то компании за деньги? Я знаю, что в Москве есть компании, которые выкупают этот мусор. Ну там многие жители, я вот с ними разговаривал, они даже готовы самостоятельно отвозить этот мусор им. Спасибо. По первому вопросу. Сейчас сначала по учету фактического вывоза. А на следующий день на территории Денисовского округа порядка 40 ТСНов, ТСЖ, которые имеют управление многоквартирным фондом, осуществляют данный вывоз по факту. Это позволяет, следующий критерий, это наличие закрытой площадки, согласованной с органами местного управления. Если данную площадку используют только одно юридическое лицо, да, совершенно возможно заключить договор по вывозу фактического объема. По поводу, вот перейду на второе сырье. Да, действительно оно сдается, оно продается. Сотрудничество не возбраняется ни в коем случае. То есть есть компании, которые присылают свои коммерческие приложения по либо приобретению, либо также по приему. И все это вместе связано как раз на, влияет на тариф. То есть у нас есть соглашение с Министерством экологии, где мы в соответствии с требованиями федерального закона, мы подаем все сведения свои в министерство. То есть это сведения финансовая составляющая, где идет и убытки, и прибыль. Все это вместе связывается и формируется непосредственно тариф. Что нужно от жителей, вот если жители готовы все-таки сдавать второе сырье на переработку за деньги? Вот как они должны об этом оповестить вас? Что они должны сделать? Есть такое понимание, как паспорт отходов. То есть любое юридическое лицо обязаны иметь паспорт отходов и должны подать эти сведения в кадастр отходов в Московской области. В данном паспорте отходы отображены все отходы деятельности данного контрагента. И на основании данного паспорта может осуществляться та или иная деятельность. В конце ноября глава округа Андрей Иванов с инспекцией посетил старый городок. Особое внимание было уделено состоянию контейнерных площадок. Наши журналисты вернулись в это поселение, на эту территорию уже после, примерно через неделю. Давайте посмотрим результат. Внимание на экран. Чтобы жителям старого городка попасть на базар или с базара, необходимо преодолеть такое мусорное препятствие. Более 20 контейнеров и они никогда не бывают пустыми. Соседство, скажем, прямо не из приятных. Вторник, 11 часов дня. Мусору рады только птицы. Радости от такого соседства с пернатами, а возможно и грызунами, местные жители точно не разделяют. Да и мусор разделять тоже не получается, признается Галина Селявина. В старом городке проживает более 20 лет. Платит регулярно 430 рублей в месяц. Но чистоты на площадке не видела уже давно. Очень редко вывозят мусор. Вот еще вот эти контейнеры как-то вывозят, а вот это всегда беспредел, беспорядок. На эту контейнерную площадку свозят и крупногабаритный мусор. Так что порой эту проходную зону и проходной назвать сложно. Все с сада везут, что-то все везут. Ну с сада-то зачем везти, я вот не понимаю. Ну если у нас сад, что я повезу там деревья. А везут ведь сюда. И все. Ну как-то тут один был день, я так удивилась. Надо же, так было прибрано, все так хорошо. А сейчас опять иду, батюшки, опять полно всего. Всего контейнерных площадок в городке две, но больших. Схожи они не только размером. Несанкционированные навалы есть и там. Молчать жители не стали. Фото в соцсетях, письма во все инстанции. Ведь квитанции за вывоз ТБО приходят куда регулярнее, чем мусоровоз регионального оператора. Разобраться приехал лично глава муниципалитета Андрей Иванов. Сразу стало понятно. Площадки очистили. Но это скорее исключение. Видимо, перед моим приездом региональный оператор постарался убрать их максимально. Но проходящие мимо люди бросали, собственно, вслед фразы о том, что сегодня чисто, что было вчера, позавчера. И, безусловно, те фотографии, которые к нам приходят, говорят о том, что график постоянно нарушается, что региональный оператор до сих пор, хотя уже на дворе ноябрь месяц, 11-й месяц этого года, до сих пор не наладил работу по вывозу мусора с контейнерных площадок. Сбой графика, недостаточное количество машин и контейнеров, большое накопление мусора и так называемого транзитного потока отходов. Это и понятно, ведь в окрестностях есть и частный сектор, и СНТ. Но цивилизованное обращение с отходами русскому оператору, видимо, не по нраву. Представитель регионального оператора здесь сегодня. Пока внятной реакции опять я не увидел. Соответственно, на следующей неделе планирую со всеми проблемами Никольского, Кубинки, где основные сбои по графику. Планирую встречаться с акционерами, собственниками компании, русский региональный оператор. И добиваться все-таки решения этой проблемы. Мы в плане на ежедневной основе по графику сегодня выявили о том, что действительно не хватает им костей. Данный вопрос будем прорабатывать и сделаем в кратчайшие сроки. С стороны органов местного управления будет также предусмотрен, рассмотрен вопрос о реорганизации данных контейнерных площадок, так как они являются транзитными. Совместными усилиями наведем чистоту и порядок в кратчайшие сроки. Более 20 контейнерных площадок обслуживает русский оператор в Никольском поселении. Глава муниципалитета услышал все доводы, как местных чиновников, так и русского оператора. Если ситуация на контейнерных площадках старого городка не изменится, проблемы будут решать на областном уровне. Кирилл Романович, изменилась ли ситуация в старом городке? Да, по поручению Андрея Робертовича мы добавили непосредственно туда емкости, что на сегодняшний день обращений со стороны граждан и органов местного управления отсутствует. Вывоз МУС осуществляется согласно установленному интервалу. Речь на инспекции шла в том числе и о том, чтобы увеличилось количество вывоза. И само местоположение контейнерной площадки тоже обсуждалось. То есть жители, конечно, не особо довольны таким соседством, потому что с одной стороны она примыкает вплотную к жилым домам, а с другой стороны находится рынок. К сожалению, здесь не имеет место быть отсутствие контейнерных площадок. Например, та площадка, которую сейчас показали, она в месяц собирает порядка 1000 кубов. Это огромное количество, где стандартная, допустим, контейнерная площадка на пятиэтажный дом собирает 150 кубов в месяц. В связи с этим связаны вот такие навалы. Тут вопрос один, рассмотреть вопрос по осуществлению строительства также у многоквартирных домов, но на сегодняшний день... Я понимаю, что здесь идет речь еще и о несанкционированных навалах. То есть если жители говорят, что с детского сада несут, оттуда несут... Это связано с отсутствием местонакопления. Михаил Владимирович. Ну, здесь на самом деле ситуация, скорее, исторически сложившаяся. То есть эти площадки, они всегда там были. Исторические жители на них несли мусор. И исторически на этих площадках всегда были проблемы с перенакоплением. Вот эта проблема, она не нова. Вот мы в рамках приведения площадок в порядок привели эти площадки в соответствии стандарту. Новые площадки на данных территориях дополнительно не были оборудованы. Потому что со своей стороны жители не выказывали на тот момент, когда мы составляли план по оборудованию новых площадок, потребности в том, чтобы еще куда-то расставить площадки. Но есть перспектива. Перспектива, на самом деле, она всегда в наличии. Потому что мы внимательно слышим запрос жителей, когда они говорят, что им необходимо добавить площадок. Мы их еще готовы оборудовать. Но это уже будет, конечно, в следующем году. Потому что сейчас зима. Работы по асфальтированию либо бетонированию проводить в холодный период, это очень неправильно, потому что у них недолгий срок службы после этого получается. Но хотелось бы отметить, что данные площадки по своей емкости как раз позволяют обслуживать тот жилой фонд, который есть, при условии регулярного вывоза и отсутствия несанкционированных навалов. Как раз вот то, о чем говорила женщина. Она говорила не про детский сад. Она говорила сад, который деревья. То есть на данных площадках очень часто накапливается спил деревьев, накапливаются торговые остатки какие-то. И они приводят как раз к тому, что площадка выглядит заваленной мусором. Резину очень часто жители выбрасывают на контейнерной площадке, хотя они для этого не предназначены. Резина от машины имеется в виду колеса. Сейчас как раз сезон прошел, смены, у нас прямо по всем площадкам эта волна прокатилась, когда все жители оставляют свою старую резину на контейнерных площадках. Хотя в ТБО она не входит. Это отдельный вид мусора, и он требует отдельной утилизации, в том числе на пунктах приема шин. Такие пункты тоже имеются. Соответственно, по Никольскому поселению поручение главы было привести всю данную работу в соответствии с требованиями. Мы подключили МБУ, подключили все силы, которые есть у нас по возможностям уборки, и рекоператор также получил четкие рекомендации о том, что вывоз необходимо осуществлять максимально регулярно, потому что большинство навалов возникает именно из-за того, что перенакопление было по причине несвоевременного вывоза. Поэтому у рекоператора задача – это стабильный вывоз ежедневный. У нас задача – это работа по очистке площадок от того мусора, который где-то накопился, и по организации новых площадок при наличии запроса от жителей. Еще одно обращение из Кубинки к нам в редакцию принесли в платежный документ. Жители говорят о том, что с января при переходе на раздельный сбор мусора вплоть до сентября не приходили платежные документы. То есть просто не было. Жители не оплачивали за раздельный мусор, потому что не было квитанции. Сейчас с сентября приходят задвоенные квитанции, и более того, здесь не прописано остаток по долгу. Жители не отказываются платить, но они немножечко не понимают, все-таки за что они платят. То есть было задвоение, сейчас уже идет затроение. Вот как-то вот можете прокомментировать? Я так понимаю, что сейчас пытаются нагнать тот разрыв, когда жители не оплачивали квитанции. Вот что будет с этими долгами, как они будут исчисляться? С данным вопросом непосредственно разберемся именно с этой. Можем тоже передать вам платежный документ. Просто хочется узнать, какая управляющая компания. И я. Смысл в чем? Мы совместно с коллегами и управляющими компаниями на еженедельной основе проводим совещания, где эти все моменты прорабатываются. Данный вопрос обязана была управляющая компания донести до своего потребителя, оговорить и проинформировать на информационных стендах внутри подъезда. Но вот сейчас вот что делать жителям? То есть они не понимают, правильно они оплачивают или неправильно? В сегодняшний день, поскольку квитанция не выставлялась, выставляется квитанция с учетом начисления за текущий период и с учетом долга одного месяца за тот период, когда не выставлялась квитанция. Ну, я так понимаю, что там был запрос того, что можно ли указывать в квитанции остаток по долгу, чтобы человек видел, что вот он оплатил, например, за ноябрь такую сумму и долго вот столько-то, и осталась у него еще какая-то некая сумма. Да, с нашей стороны направлено обращение в МОС в БЛЕРЦ для проработки данной ситуации, чтобы жителям определить в квитанции на какой долг и период у нее образована сумма в квитанции. Хочу передать слово коллегам. Полина, ваши вопросы. В сюжете своевременно прозвучала тема грызунов и строительного мусора в том числе. Также у нас вопросы от жителей именно в эту тему. Люди не понимают, когда, кем и как должна проводиться диротизация и чистка контейнеров, к которым в свое время привыкли еще в советское время, как оно все это проводилось, как сейчас это и кем должно осуществляться, и по нормам, как часто. Ответьте, пожалуйста. Непосредственно диротизация контейнерной площадки, зона ответственности органов местного управления, дезинфекция контейнерного парка установлена на данной площадке, зона ответственного русского оригинального оператора. С какой часа той она проводится и как? В соответствии с установленными санитарными нормами. То есть летом это раз в 10 дней, зимой это раз в месяц. Ну а на сегодняшний день признаю, что у русского оригинального оператора специализированная техника для мойки баков отсутствует, стоит в плане закупок. То есть на следующий год мы обязательно эту процедуру планируем, потому что она требует особого внимания, так как контейнер емкости, она должна погружаться непосредственно в машину, и принципы посудомоечной машины осуществлять промывку бака. Михаил Владимирович, то, что лежит в зоне вашей ответственности, то есть с какой частотой проводится диротизация? Смотрите, значит, диротизация это процесс, который осуществляется органами местного самоуправления в отношении мест общего пользования, то есть общественных территорий. Контейнеры площадки есть не только муниципальные, но и частные. Соответственно, в каждом случае ответственность за диротизацию, дезинфекцию площадки несет собственник. По муниципальным площадкам это органы местного самоуправления. Мы осуществляем чистку территорий контейнерных площадок по мере надобности. То есть как возникает загрязнение, осуществляется мытье асфальта, либо бетонного покрытия из системы высокого давления, просто наречий керхером. Обработка от крыс, диротизация, она проводится обычно в весенний и осенний период, когда идет основной объем грызунов, и она осуществляется не только на той контейнерной площадке, а сразу на всей территории, для того, чтобы крысы не эмигрировали, и был максимальный охват. То есть это площадка, близлежащие сооружения, подвалы домов. И мы эту работу в этом году проводили три раза. Один раз весной, один раз летом, один раз осенью. То есть в Одинцово это были такие серьезные большие волны по именно диротизации территории, очистке ее от крыс. Если обратите внимание, сейчас у нас крыс стало гораздо меньше, потому что в данной работе важен именно ковровый метод работы, чтобы не было миграции грызунов из одного места обитания в другое. У нас есть звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Добрый вечер. Алло, это как? Здравствуйте. Здравствуйте. Ваш вопрос, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Таиса Васильевна. Я председатель совета дома вокзальной 11. Мы очень долго ждали, когда нам сделают мусорную площадку. Но, наконец, нам сделали. И вы знаете, что сделали буквально на проезжей части. То есть, когда ты стоишь и выбрасываешь мусор, то ты стоишь на проезжей части. Машины едут и сигналят. И приходится просто прижиматься к этим бакам. Вот скажите, пожалуйста, во-первых, мы посылали фотографию в совсем другое место. Но на это почему-то не обратили внимания. Построили там, где вот решила, я не знаю кто, администраторы. Или, ну, не знаю, кто это решил так. Короче говоря, у нас вот такая вот ситуация. Уже ребенка послать, допустим, а мы же должны детей приучать-то. Тоже носить мусор, выбрасывать. Опасно. Вот как... Спасибо за ваш вопрос. Второе. Очень плохо убирается. Мусора полно. То есть, антисанитарное, вообще, там, состояние ужасное. А мусора полно, вы говорите, это после того, как контейнер вывезли, мусор остается? Вы знаете, что, вот вывезены контейнеры, да? А вокруг, вокруг вот этих контейнеров мусор валяется. Даже вот у нас мусоропровод, и к нам подъезжают, ну, к каждому подъезду. И то же самое такая ситуация. Я подходила, делала замечания, замечания вот этим вот рабочим, да? Они говорят, а мы не обязаны. Ну, то есть, немножечко, знаете, даже хамят. То есть, не то, что там сказали, ну, ладно, там, мы сейчас уберем все такое. Скажите, они же ведь должны вот этот убрать, если они рассыпали мусор, за собой убрать или нет? Спасибо за вопрос, Кирилл Романович. Как раз обсуждали, готовясь к эфиру, этот момент. То, что непосредственно обязанность рекоператора при моменте погрузки, если идет россыпь, это обязанность делать региональный оператор. Вот в случае, если Стасия Васильевна хамят, говорят, это не наша зона ответственности, что делать? Мы непосредственно, вот я его сейчас услышал, проработаем этот момент с экипажем, который там был. Но, тем не менее, что делать? Звонить на горячую линию рекоператора, сделать фотографию? У нас есть горячая линия оператора, у нас можно ставить жалобу в МОСОБЛ ЕРЦ, можно позвонить нам в офис города Одинцова. Этот вопрос решится. Вы проработаете, да, вокзальная 11, этот факт. Михаил Владимирович, то, что касается местоположения, вот опять этот вопрос возникает, местоположение контейнерной площадки. Почему выбрано именно так, и возможно ли куда-то сместить, или как-то помочь жителям? Житель сам сказал, что у них мусоропровод в доме есть. То есть это как раз та контейнерная площадка, которую мы ставили для накопления КГМа и раздельного сбора мусора. Уточню причину установки именно так контейнерной площадки, но я думаю, это связано с тем, что это является дворовым проездом. То есть это не дорога, а именно дворовый проезд. И площадка ставится максимально близко к дороге, для того, чтобы больший груз мог подъехать и забрать. Потому что КГМ собирается в так называемой восьмикубовике, и для его погрузки требуется достаточно большое место, потому что машина сама непосредственно поднимает этот бак, его нельзя выкатить, как маленькие баки. И данная процедура именно технически возможна только с подъездом к данной площадке. Хотелось бы отметить, что житель очень правильно сказал необходимость приучать детей к обращению с отходами, к раздельному сбору мусора. Это очень хорошо, это очень важно, чтобы наши дети уже с малолетства знали о том, что надо беречь ресурсы, необходимо разделять мусор для того, чтобы можно было осуществлять повторное использование уже тех упаковок и тех предметов быта, которые уже используются. Я знаю, что рекоператорам проводились даже уроки общеобразовательных учреждений. Будут ли они продолжены? Будем ли мы и дальше приучать детей к раздельному сбору мусора? Да, будем продолжать, и не только в дошкольных образованиях, но и непосредственно с граждан проводить информационную работу. Также хочу отметить культуру обращения с отходами. Например, есть емкость 8-кубовая, которая готова уже на сегодняшний день к отправке. Но есть опять та категория жителей и граждан, которые могут взять и крупные, говорит, отходы складировать рядом. А здесь уже идет обратный процесс, то есть в зоне погрузки идет ответственность регионального оператора на момент заявки. А все, что складируется непосредственно в близости, это необходимо опять управлять силами управляющей компанией или тот, кто закреплен за территорией контейнерной площадки, загрузить, а это все в данный бункер. У нас есть звонок. Я извиняюсь, можно я добавлю, вот, кстати, это очень хороший был комментарий, то, что КГМ, который оставляют рядом. У нас, к сожалению, традиционно оставляют КГМ рядом с подъездами. Это не соответствует требованиям законодательства, и КГМ должен быть размещен внутри контейнеров предусмотренных для КГМ. Это так называемый 8-кубовой контейнер, большие, которые сейчас стоят во всех районах города. Ну, получается, это зона ответственности управляющей компании? Это зона ответственности жителя донести свой КГМ до площадки. Вот я же в микрорайоне 5А не видела ни разу такой контейнер. Есть у вас, рядом там контейнерная площадка. Все жители выносят прямо около подъезда, ставят кресла, диваны, ну и так далее. К сожалению. Да, к сожалению, я говорю, что как раз у нас традиционно оставляют рядом с подъездами. Сейчас для этого как раз предусмотрены площадки. Жители должны донести свой мусор до них и положить внутрь контейнера. И опять же, традиционно очень часто почему-то оставляют рядом с контейнерами. Есть пустой контейнер, а рядом с ним положен мусор. Это тоже неправильно. Поэтому просьба ко всем гражданам доносить свой мусор до контейнерной площадки и класть внутрь контейнера. Давайте дадим слово телезрителю. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Добрый вечер. Меня зовут Николай Николаевич. Вопрос следующего характера. Мамоново, Одинцовский район. Вопрос первый. Когда будут заключаться индивидуальные договора? Так как возле дома находится мусорный контейнер большой, куда свозят, естественно, и строительный мусор, и кому не попадя. Это первый вопрос. И второй момент. Когда закроется перевалочная база в городе Можайск на улице Полевая 19? Значит, бывший завод химической промышленности, там находится большое здание. Туда со всего Можайска везут мусор. Вот как раз в этих евромашинках маленьких, раздельной, нераздельной, все сваливается в отдельную кучу. Точнее, в общую кучу. И оттуда большими машинами вывозятся в Храброво. Ни мусороперерабатывающих заводов, ни каких-то еще таких вот подстанций или станций не существует. То есть все сваливается. Даже те контейнера, которые сделаны для раздельного мусора, сваливаются все в одну. А запах, это вообще, я вам как бы не передам, ну то есть вообще происходит полностью вот такой вот жесткий беспредел. Спасибо. Спасибо за ваши вопросы. Я немножко не поняла по Можайску, Кирилл Романович. К сожалению, сейчас невозможно проверить, какая техника едет на перегрузочную станцию. Но если это действительно имеет место быть перегруз, где с последующим захоронением сортировка осуществляется с размещением на полигонах, то данное место имеет все соответствующие и разрешительные документации в соответствии с требованиями российского законодательства. Если говорить о договорах? То, что касается договора, там недавно совершенно в курсе, знаю, что прислали протоколы органами местного управления о необходимости заключения договоров на индивидуальном порядке, где вывоз мусора будет осуществляться фактически. Данный вопрос мы донесем обязательно через территориальное управление Жаворонковское, где посредственно каких-то уведомлений или отправим менеджера в данную администрацию территориального управления для раздачи этих договоров. А у нас поступил в редакцию еще такой вопрос. Женщина проживает на даче в Одинцовском районе. Прописано в Москве. Как она будет платить? Дважды? И в Москве, и на даче? Здесь, да, придется заплатить дважды, поскольку закон трактует, что Москва — это один субъект, Московская область — это другой субъект. На каждом субъекте установлены свои нормативы и все остальное нормотворчество. Также поступил вопрос от старосты деревни Салманово, это жаворонковское поселение. Старство сообщило, Александр сообщил о том, что несколько жителей приехали заключать договор с русским региональным оператором и на руки им не выдали документы. Имеет ли это место быть и правомерно ли это? И почему жители мне дали заключенный договор? Здесь как раз опять та ситуация, которую мы вначале проговаривали, что в соответствии с требованиями Министерства ЖКХ необходимо осуществить выход на территорию. То есть должно быть протокольное решение о заключении договоров, вот как это произошло в Мамоново, в Жаворонках. Жители собрались, приняли решение о подавом сборе. То же самое должно прийти Салман. Я, конечно же, запишу данный вопрос, проработаем с органами местного управления. И Салманово приглашают вас на встречу с жителями, очень хотят познакомиться, поговорить, обсудить. И жители также попросили задать такой вопрос, возможно ли собственнику, который хочет заключить договор на вывоз выкатного контейнера, возможно ли это сделать, с какой частотой будет вывозиться мусор? График устанавливается, допустим, раз в неделю. И он выставляется непосредственно по всей территории, где и прошло голосование. И, возможно, да, заключить. Готов приехать, рассказать, как это выглядит, даже сделать протокол. По поводу как раз ИЖС, хотелось бы добавить еще одну интересную информацию, которая буквально сейчас является очень важной в чести того, что у нас раздельный сбор мусора, он практически закончил внедрение на МКД. А на ИЖС он находится в начальном этапе, и сейчас ведется работа по расстановке синих контейнеров на контейнерных площадках, которые обслуживают ИЖС. А также каждый из жителей имеет возможность приобрести бак синего цвета и заключить доп. соглашение с региональным оператором на вывоз уже разделенных отходов от своего домовладения. В чем плюс для жителей? Это, первое, конечно, он улучшает экологическую ситуацию нашего округа, а второе, то, что ему не будет дополнительных каких-либо оплат за данный объем. Это как бы входит уже в тот объем, который изначально был рассчитан по данному домовладению. То есть этот вопрос, он сейчас как раз идет, пилотные проекты по Парвихе, Успенскому и Горскому. Мы уже собирали старость деревень, собирали управляющих коттеджевых поселков, а далее эта практика будет распространяться по территории всего округа и Московской области. У нас есть звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, Алексея. Добрый вечер. Алло. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Простите, пожалуйста, меня зовут Ирина, я с управляющей компанией Одинцовская теплосеть работаю. Меня вопрос такой волнует. Точнее, всех жителей поселков, потому что у меня вот три поселка, что очень мелко в этих квитанциях шрифт, очень мелкий. Вы представляете, вот я имею очки, я беру лупу, чтобы вот это все увидеть, потому что старики, старое поколение, все приходят к нам и просто говорят, вот у кого нет там детей, чтобы кто-то, пожалуйста, прочитайте нам, что, как и сколько, что там написано, какие цифры, какие буквы. Вот очень прошу, если это возможно, увеличить шрифт. Спасибо за вопрос. Возможно изменить форму квитанции? Я думаю, данный вопрос мы обсудим на очередном заседании, где у нас присутствует регулярная мосфоблогерция. Ну, действительно, достаточно мелко. Ну, конечно, человеку, который видит хорошо, не составит труда прочитать. Нет, на самом деле, пожелания понятны, и уже было изменение платежек, они были переформатированы по пожеланиям жителей в том числе. Но, к сожалению, просто очень много информации необходимо разместить на одном листе, потому что требование какое есть, чтобы платежный документ был сложен, склеен, и персональные данные были закрыты от общего обозрения, с точки зрения именно того, что здесь написано. Поэтому оно все должно быть размещено внутри, и, исходя из этого, шрифт был подобран именно для того, чтобы можно было все данные разместить на одной странице. Мы, конечно, еще раз обсудим данную проблематику с ЕИРЦем и постараемся пересмотреть именно шрифтовое исполнение. Спасибо. Хочу, чтобы коллеги подключились к нашему разговору. Андрей, я знаю, что много вопросов. Да, вот вопрос по графику вывоза. Он доступен где-то рядом с контейнером? Если вот это вот расписание вывоза, может быть, оно публикуется на сайте вашем, и можно проследить и плановую дату, время планового выезда, и фактического, ну, для того, чтобы осуществлять общественный контроль работы оператора. Это один вопрос еще. Многие спрашивают, когда же будет полноценный раздельный сбор мусора, когда появятся контейнеры, например, для стекла, для опасных отходов, для бумаги. Ответьте, пожалуйста. Спасибо. По первому вопросу. График вывоза мусора. Возможно ли получить информацию не только на, непосредственно, контейнерной площадке, но где-то в интернете, на сайте, в соцсетях? То есть в этом доступе именно для жителей. Да, если вдруг отсутствует информация на контейнерных площадках, потому что вандализм никто не отменяет, даже маленькие таблички эти страдают от этого, непосредственно управляющая компания. То есть есть мастера участков, управляющая компания, которая, если житель интересуется, может позвонить диспетчерскую, уточнить время вывоза на его территории. Что касается раздельного сбора, который классифицируется по каждому виду отходов. На сегодняшний день синий бак принимает для себя эти отходы. То есть бумага, стекло, картон и непосредственно пластик. Тут как раз та ситуация, то есть каждый бак должен стоять непосредственно в месте оборудованного контейнерной площадки. То есть мы понимаем, что если житель, допустим, даже каждый начнет сортировать, то на этом должно быть стоять как минимум 6 ямкостей. Мы также должны понимать, что каждый вид отходов, именно там железа или так далее, имеет свои фракции. То есть житель, то есть надо проводить такие же уроки, как то это Воденцовы любят проводить. Показывают, какой пластик к чему относится, как его сортируется. Как раз то, что происходит на сортировочных комплексах. Если вопрос будет актуален, интересен органам местного управления, можно запустить и попробовать как пилотный проект. Это непосредственно уже совсем другая история. Это возможно, Михаил Водимович? Это, повторюсь, что на сегодняшний день утвержденный стандарт. Синяя емкость и серая емкость. Никогда. Нет, я говорю, что проработаем. То есть если будет запрос, если будет понимание, что есть запрос от жителей, да, Михаил Водимович? Смотрите, здесь ситуация заключается в том, что мы только-только в начале пути. То есть когда все говорят, а вот там за границей 3, 5, 7, 20 баков люди этим занимаются уже годами, а иногда и десятилетиями. Мы, повторюсь, до сих пор не можем даже КГМ до площадки себе задачу поставить, донести. А если говорить о практической стороне вопроса, то 2 бака это уже реально 80% возврата в торсырья в оборот. Потому что в торсырье, которое в синем баке собирается, оно сортируется на сортировочной станции и разбирается на очень много фракций. Ну, так, чтобы понимать, даже простенький, самый начального уровня завод по сортировке сортирует синий бак на 19 фракций, на 19 разных видов отхода. А если делать нормально сортировку пластика, то просто сам пластик разных видов, он сортируется. Каждый вид пластика еще может сортироваться внутри себя на 3, а всего порядка 12 видов пластика. То есть 36 видов пластиков у нас образуются в нашем быту. Поэтому говорить о том, что поставим, давайте, 36 баков под каждый вид пластика. Во-первых, в каждом баке обязательно окажется не тот вид пластика, который хотелось бы. А во-вторых, все приведет к тому, что все эти пластиковые баки требуют обслуживания. То есть мы понимаем, если у нас один бак, его помыть, или бы 5 баков, их помыть. И никто, опять же, не отменяет акты вандализма. Я видел столько разрушенных уже сейчас баков, которые просто люди ломают. Причем это не потому, что они там им мешали жить, а потому что именно у человека было желание сделать что-то плохо. И поэтому сейчас именно та программа, которая есть, она базируется на том, что житель в первую очередь должен прийти к процедуре разделения. А второе, после процедуры разделения, синий пак опорожняется на станции сортировки, и там осуществляется квалифицированный, качественный добор того сырья, который есть. Ну и стекло тоже, кстати, оно делится на три, так, банально, три вида. Белое, зеленое, коричневое. Это разные виды стекла. Ну, если говорить о стекле, который нам всем понятно, кажется, да. Ну и то же самое там с алюминием, то же самое с железом, то же самое с остальными вещами. Единственное, хотелось бы напомнить, что вот батарейки, ртутные лампы и ртутосодержащие элементы, они требуют отдельных ямкостей, и не стоит их кидать в синие баки. У нас очень много вопросов. Безусловно, все звучат в прямом эфире, мы не можем. Обязательно передадим рекоператору, обязательно передадим ваше управление. Вот есть запрос, шесть вопросов из Зайцева. Житель Наталья задает вопрос. Ну, я думаю, вы ознакомитесь, и уже точечно постарайтесь ответить на данные запросы. Мне бы хотелось, чтобы, Полина, ты задала вопрос. У нас буквально остается полторы минуты до качания прямого эфира. Михаил Адельевич буквально недавно затронул тему, что люди должны самостоятельно все-таки определенные виды отходов нести туда, где они, собственно, принимаются, например, такие, как шины. И поэтому давайте мы вернемся к теме еще и строительного мусора. Ведь наверняка есть какие-то пункты приема или фирмы, организации, которые и строительный мусор должны забрать, увезти куда-то. Что делать собственнику или, например, тому, кто снимает жилье, чтобы это ликвидировать, а не тащить в... Ну, чтобы не оставлялась... не оставлялась все эти кучи около подъездов, а все-таки они куда-то вывозились. Давайте я отвечу. Значит, строительный мусор, он не входит в ТБО. Это отдельный вид мусора. И гражданин, который ведет ремонтные работы, должен заказать отдельный контейнер. Есть специализированные организации, которые занимаются вывозом строительного мусора. Контейнеры они предоставляют. Обычно все управляющие компании знают контакты тех мусорных компаний, которые вывозят строительный мусор. Почему это надо делать через управляющую компанию? Потому что контейнер куда-то надо установить, а чтобы он был установлен без нарушения схемы движения, без помех для пешеходов и без разрушения элементов благоустройства. Лучше, чтобы это происходило совместно с управляющей компанией, либо ТСН, которые действуют на территории. И буквально от каждого из вас несколько слов. Своеобразный итог. Год позади, первый этап позади по внедрению в систему раздельного сбора мусора. Движемся в заданном направлении. Есть много трудностей, но они все преодолимы. Кирилл? Я даже немножко в цифрах скажу, что на территории Днецовского округа было установлено порядка 300 синих емкостей для раздельного сбора. На сегодняшний день цифра достигла уже 900. То есть мы видим, что поступает к нам обращение с жителями о том, что необходимо установить дополнительные емкости. Мы непосредственно прорабатываем этот вопрос с органами самоуправления, решаем эти задачи. Поэтому медленно, но верно мы начинаем, так скажем, даем начало новой отрасли, которая в скором времени улучшит нашу экологическую обстановку. Ну и хотелось бы как бы предновогодний такой уже сказать финал. Если в том году у нас было раздельному сбору быть, то сейчас уже раздельный сбор есть. Спасибо, что были с нами. Вы спонтреяли специальное интервью. Оставайтесь на нашем канале. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!